Я на самом деле часто очень бывал в Белоруссии и последний раз я тут был в августе 2020 года, где координировал рабочую группу МПА СНГ, наблюдателей на выборах. Я думаю, вы немного нарушений обнаружили. Я хочу сказать, что нарушений не было вообще. Мы же очень внимательно ездили по всей территории республики. Я практически перемещался по Минску целый день по избирательному участку, поэтому никаких нарушений мы не зафиксировали. У нас был очень серьезный период после 2020 года. Мы готовились к референдуму по изменению в Конституцию. Демократизировали ее, надо было двигаться вперед. И вы знаете, многие у нас в обществе предлагали не проводить референдум после 2020 года событий. Я категорически высказался против, мы пообещали. Референдум прошел, и знаете, такая тишина. Вот даже Запад утихомировался, сказать нечего. И результаты референдума на полтора процента лучше, чем на президентских выборах. Да, не получился тот Майдан, который у них был совершен в Украине. Вы же знаете цель его. Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. У них здесь не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают. Вот не получилось. Надо как-то это все перевернуть. Поэтому санкции вводят против России. И честно уже говорят, санкции вводят против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции. Спасибо.